Всем привет! Один из самых частых вопросов, которые вы мне пишите и задаете. Кого выбрать? Маламута или хаски? Итак, вот это у нас маламут, вот это хаски. И сразу напишите в комментариях, кто вам больше нравится. Маламут или хаски? Итак, для квартиры неважно, хаски или какая это будет порода. Любой собаке, если будет внимания хозяина, и чем больше будет внимания хозяина, тем счастливее будет у вас битомец. Люди максимально неуважительно относятся к нашей съемочке. Рокки, не будь людьми. Вот не будь людьми, присядь и будь в кадре, малыш. Вот так вот хаски, они более характерные, ребята, поэтому им нужно максимально много внимания, трассировки, чтобы был какой-то коннект взаимопонимания с человеком. Собаки гуляют минимум два раза в день, по полтора-два часа. И они набегались, выплеснули эмоции. Им комфортно спать дома, им не нужно, чтобы был огромный хором и большой двор. Они дома просто отдыхают. А на улице выплескивают эмоции, силы, бегают. Поэтому все четенько, можно заводить в квартире. Но все же, что характерно маламутам, они более спокойны. Хаски у них какое-то, конечно, шило в заднице есть. Они готовы все обои ободрать, покусать всю мебель, погрызть. Но все же поддаются дрессировке и воспитанию. И с возрастом это проходит. Пока еще щенок, это прям максимально заложено. Ну, буквально 5-6 месяцев и уже адекватная, спокойная собачка. Маламуты поспокойнее с самого детства. Они, конечно, тоже, когда режутся, зубки кусаются, как и все щенки. Но в целом себя ведут адекватнее. Да, конечно же, внешне в первую очередь они отличаются. Маламуты гораздо больше, чем хаски. У них ушки по-другому расположены. Хвост крючком, а не прямой. То есть визуально сразу вы их можете отличить. Если вы любите такие более подвижные прогулки, экстрим, на велосипеде покататься, по горам побегать, то, конечно, хаски вам будет идеален. Потому что в них энергию... Я не знаю, как бы этого засранца исчерпать. Потому что мы, бывает, 40 километров в день гуляем. Это не говоря о том, сколько он набегивает без поводка. А все равно просто энерджайзер. Вот не может посидеть на месте. Что с чего не сказать о маламуте. Вот сразу спокойный мужичок. Сразу готов посидеть, отдохнуть на привальчике. Вот они такие лайтовые спутники. Он тоже очень выносливый. Все эти 40 километров, ведь они гуляют вместе. Сил у него хватает. Но он готов больше на передышечки. Здесь, конечно, нужен такой энерджайзер-хозяин, чтобы выдержать запросы у хаски. Даже на поводке чувствуется. Потому что хаски всегда тянут, абсолютно всегда. А малакуты, они спокойненько идут, могут идти рядом. То есть они не тянут. А хаски, ну, постоянно ему говоришь, рядом, рядом, рядом. Ну, то есть тянешь на себя поводок. Нет, он все равно тянет. А вам! Нет. Значит, продолжим съемку вот так, с таким пулеметом. Хаски все время тянет. Это у них заложено, заложено тянуть. Но от этого, конечно, возможно, можно отучить. Я пока не осилил. Но в чем приятный бонус у хаски? Возможно, это только Рокки. Конечно, он любит все вкусняшки, еду и лакомства. Но не такой падкий, как маламуты. Это доказывает его датюля и экси. Потому что какая бы еда ни была, какие вкусняшки, что бы вы ни ели, они пристально сидят и гипнотизируют вас возле стола. Как бы вы их не воспитывали, они все равно очень падкие на еду. А этот смешленый парень знает, что если вот этот уже выбил себе хавку, то ему по-любому достанется. Поэтому не попрошайничать. Довольно-таки спокойно. Откиды, если его оторвать, он спокойно реагирует, пока ему не дашь заново команду можно. И он благородно, спокойно начинает кушать. Но очень непоседа. И еще раз, будем читать ваши комментарии. Хаски вам больше по душе? Или, возможно, у вас уже есть хаски? Или маламуты? Пример, Лекси, Майк. Кто вам больше нравится, маламуты или хаски? Я сейчас говорю, не кто больше нравится, Рокки, Майк или Лекси. А хаски или маламут породы? Напишите в комментариях. То есть, для меня основной, как один из основных критериев, это, конечно, какой образ жизни ведет хозяин. Под него и подпирать, конечно, кто лучше подходит, хаски или маламут. Но мы еще вам не рассказывали ни про уход, ни про их линьку, шерсть, про дрессировку. В общем, если хотите это услышать, напишите в комментариях, хаски или маламут. И что хотите, продолжение. В чем различие в содержании таких пород собак? Все, всем пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok